Всем привет! Новое видео на канале. Я сегодня в проекте «Хочу свой дом» мы поговорим о таком важном моменте, как буронабивные сваи. То есть, по сути, фундамент вашего будущего дома. Давайте начинать! Поехали! Итак, дорогие друзья, давайте поговорим о таком важном моменте, как фундамент вашего дома. В нашем случае будет речь идти о свайно-винтовом или буронабивном фундаменте, как в нашем случае последний буронабивные сваи. Опять же, если вы погуглите или вы наткнулись на это видео, значит, вы уже примерно представляете, что это из себя представляет. Я сейчас расскажу на примере нашего случая, как происходил монтаж, из чего это все сделано, может быть, даже сколько это примерно стоит. И, в принципе, подведу, наверное, итоги. По фундаменту. Нами был выбран буронабивная свая в качестве фундамента нашего будущего дома. Почему это произошло? Потому что, в принципе, так как у нас дом из СИП-панелей, будущий дом из СИП-панелей, было два варианта. Это свайно-винтовой или буронабивной. В чем преимущество или, наоборот, не преимущество той или иной сваи от другой? В общем, свайно-винтовой фундамент, свайно-винтовая вся структура, она подходит, в принципе, наверное, под 90% застроек из СИП-панелей. Но есть один маленький нюанс. Если залегание грунтовых вод на вашем участке, в вашем пикне застройки, в вашем будущем дома происходит достаточно высоко, то есть грунтовые воды находятся высоко, то вам стоит задуматься на буронабивной сваи. Потому что наш застройщик там объяснил вкратце и очень просто. Если у нас свая, винтовая свая обработана на заводе или еще где-то, обработана специальным антикоррозийным составом, то в момент забуривания каждой из этих сваек все равно происходит трение. Трение об грунт, если в нашем случае, допустим, это глина из суглинок. И как ни крути, в любом случае произойдет вот именно стирание вот этого покрытия. И если будет высокий уровень грунтовых вод, то, скорее всего, может быть, со временем, в чем нескольких лет, может быть, даже десятков лет, происходит контакт водички непосредственно с уже покоребанным или покоцанным вот этим вот железом. И поэтому начнется разрушение этого самого железа. Дабы избежать этих проблем, соответственно, предложена была буронабивная свая. Это, в принципе, то же самое, только там бетон. И бетону, по сути, по большой сути, абсолютно все равно, высоко у вас грунтовые воды или низко. Конечно же, перед тем, как выставлять свайное поле, были сделаны замеры, то есть пробное бурение для того, чтобы понять. Даже после того, что пробное бурение было осуществлено, и мы не увидели, и специалисты не увидели никаких бунтовых вод, все равно мы остановились на буронабивной свае. По стоимости свая одна стоит от 3,5 до 4,5 тысяч рублей, в зависимости от региона, где вы будете делать. Вот конкретно второму стоит в среднем 4-4,5 тысяч рублей. Буронабивная в среднем стоит от 3,6 тысяча, 3,8 тысяча, опять же, до 4,5 тысяч рублей, в зависимости от наполнения этой свая. То есть, какая обвязка с железом будет внутри. Далее, после того, как было принято решение, что свая будет буронабивная, нам объяснили, и мы в будущем увидели, из чего она состоит. То есть, выезжают специалисты. После того, как сделан проект, разметка делается по свайному полю, согласно этого проекта. Делается разметка будущих свай, приглашается. Можно это все дело пробуривать вручную буро-ямом. Можно пригласить подрядную организацию, у которой буро-ям, специализированный транспорт, непосредственно все это дело у нас забурят. После того, как все это дело приехали, разметили, приехал буро-ям, забурил, и был привезен строительный материал, из которого в будущем были построены буронабивные сваи. Как, что они из себя представляют? То есть, это азбестовая труба диаметром 200 мм, сами отверстия в земле были буром-шнеком 300 мм, для того, чтобы в последующем все, как говорится, срослось. Далее, был привезен отсев, был привезен щебень, был привезен цемент, была привезена бетономешалка. Можно это заменить, допустим, и вызвать бетономешалку механическую, и все это дело отлить, вообще буквально там за несколько часов. Но цемент замесывался вручную, по определенной там рецептуре. Если честно, здесь где-то бэкграундом вы видите сколько чего, ну, по-моему, один к трем или один к четырем. Многие из вас, наверное, больше специалисты, чем я, и можете написать в комментариях, какой вы или применяете, или слышали, что применяют рецепт применения вот как раз-таки этого бетона, которые заливаются в будущем, в будущий фундамент. То есть, азбестовая труба белилась в размеры, выставлялась, регулировалась высота по лазерному и гидроуровню. После этого делась обвязка в виде 16-миллиметрового хлыста в три штуки, обвязывалась это 4-миллиметровым прутком, сваривалась на месте здесь, на участке. Вот такие конструкции в виде треугольников засовывались внутрь каждой сваи, подготавливался бетон, заливался, выставлялся по уровню, наполнялся внутри сваи до определенного момента, наполнялся снаружи сваи, отпиливалось лишнее, опять же, по определенным меткам выставлено. То есть, все эти диагонали, все высоты были соблюдены, натянута леска, все как положено, в принципе, было сделано. Итак, перепад пятна застройки у нас всего в районе 4-х сантиметров, если это вообще считается ровным участком. Если у вас уже есть, и вы собираетесь купить какой-то красивый видовый участок, у него перепад высот достаточно большой, то что буронабивная, что свайная, винтовая свая имеет возможность быть от 4-х до 6-ти, когда даже более веток, то есть специалисты больше вас проконсультируют по ссылкам в описании, ребята всегда подскажут и сделают максимум усилий для того, чтобы удовлетворить ваш спрос. В общем-то, все это было сделано, смонтированы буронабивные сваи, и у нас их в количестве 24-24 штуки, а, по-моему, 24 штуки, да? И после этого оставалось только ждать. Почему ждать? Ну, потому что бетон должен выстояться. По ГОСТам 28 дней – это набирание 90% прочности. По практике это порядка двух недель, там, от 14 до 18 дней – это 70% прочности, можно начинать нагружать. Нагружать, то есть производить обвязку, и монтировать эту обвязку, и пока это все дело монтируется, еще проходит, наверное, несколько дней, от 5 до 7, и как раз происходит 90% и бетон набирает свою прочность, и можно уже возводить дом. Как-то так получается, то есть этап фундамента у нас в общей сложности, сама заливка, монтаж, разметка и бурение, и вообще, то есть все готовые сваи вот стоят на поле, как бы, да, на будущем, в пятне застройки будущего дома, а заняло порядка 3-4 дней максимум, и то из-за погоды, и то из-за какого-то расписания ребят-бетонщиков, которые этими занимались, потому что сезон осень, сезон стройки, по крайней мере, в Крыму это так происходит, да, строгая очередь, буро-ям надо там искать, но, опять же, наш подрядчик, который занимается разведением нашего дома, сделал и организовал это таким образом, что один этап шел за другим. В принципе, потом оставалось только ждать, выдержали это, то есть сама установка фундамента 4 дня, а еще ждать надо порядка там 18 дней для начала работы. И только после этого началось, началось основное строительство общества. В общем-то, как-то так получилось у нас по бурно-пивному фундаменту. В принципе, если это видео оказалось вам полезным, пожалуйста, поставьте лайк, если бесполезно, поставьте два дизлайка, пиши Дональд Дак, если досмотрел до этого момента. Ну и совсем скоро увидимся, всего доброго, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok